Здравствуйте, добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава Хайей Сара, Жизнь Сары. Недельная глава начинается, и была Жизнь Сары, 100 лет, 20 лет, 7 лет, и умерла Сара. То есть, ирония судьбы, что недельная глава, которая называется Жизнь Сары, начинается, собственно говоря, с ее смерти, ее похороны. Интересно, что недельная глава, как бы, начинается у нас с похороны Миссары, и в этой недельной главе умирает Аврам. То есть, мы переходим, если предыдущие главы, главным действующим лицом был Аврам, то мы плавно переходим к новой эпохе, эпохе Ицхака, и следующей главой будет уже Яков. То, перед тем, как мы пойдем дальше, хотелось бы напомнить, что у Аврама было 10 испытаний. Это Мишна Перкеевод говорит, что Всевышний испытывал Аврама 10 раз, и все 10 испытаний Аврам успешно сдал и прошел. Большинство комментариев, то есть, Перкеевод не говорит список этих испытаний. Перкеевод просто написано, что их было 10. Большинство комментариев говорят, что последний из них, это был Акейдат Ицхак, когда Аврам должен был принести в жертву своего любимого сына. И на этом, собственно говоря, закончилась наша предыдущая глава. Но Робейн Иоин, один из классических комментаторов, говорит, что 10-м было испытание, это начало нашей недельной главы, это смерть и похороны Сар. То есть, по его мнению, 9-м испытанием было Акейдат Ицхак, и 10-м это смерть Сар. И очень интересно, по идее, эти испытания должны идти по нарастающей, даже если вы хотите сказать, что они не должны обязательно идти по нарастающей. Но интересно, что Всевышний уже после того, как Аврам прошел испытание с Ицхаком, что он готов был отдать его в жертвоприношение, в Торе написано, что теперь Бог сказал, и теперь я знаю, что ты богобоязненный. И все равно наша недельная глава, еще одно испытание. В чем же заключено испытание, вот эта смерть цара, конечно, это большое горе и несчастье, но все-таки что в днем мы можем выучить, что не было предыдущих глав? Так, очень интересно, один из комментаторов объясняет. Если вы посмотрите в Раши, Раши задает вопрос, почему наша недельная глава идет сразу после Акейдат Ицхак, Раши приводит Медреш, что как умерла Сара, к ней пришли и сказали, «Ой, Сара, ты не знаешь, что произошло. Аврам чуть было не зарезал твоего сына Ицхака». У тебя есть разные мнения, что именно ей сказали. Некоторые говорят, что ей сказали, что он чуть был не зарезан. Некоторые сказали, ей начали уже говорить, что вот он готов был его зарезать. В любом случае, она когда это услышала, она скоропостижно скончалась. То есть у нее был по всему наблюдательному инфаркт, и она скоропостижно скончалась от этой страшной новости. Кстати, отсюда учат, что когда мы какие-либо вести, даже в данном случае, на самом деле, не такие страшные вести бы, что бы мы ни говорили другим, надо это делать с умом. И, между прочим, в комментариях это приводят. Знаменитая шутка, когда, неправосказанно, скончался какой-то товарищ Абрамович, и надо было оповестить его жене, рассказать об этом. Кто-то сказал, я скажу, я не переживаю, я знаю, как это делать. Он стук в дверь, открывает жена. Он говорит, здравствуйте, здесь живет вдова Абрамовича. Она говорит, ну, я Абрамович, но я не вдова. Вы хотите поспорить? То есть разные виды, когда можно, знаете, намекнуть, сказать. В нашей недельной главе эти комментарии говорят, что, чтобы не надо было, чтобы мы только радости всем рассказывали. Но надо это делать с умом. И получается, что Сара умирает из-за Акэгэс Исхак. Так у Абрама в испытании было вот в чем, что да, он прошел прошлое испытание, да, он был готов принести Исхака в жертву, да, ему сказали, ему Всевышний сказал, что теперь я знаю, что ты богобоязненный, теперь я знаю, что ты молодец. И после всего этого умирает Сара. И тут у него могло возникнуть сожаление, зачем, кому это надо было, вот что из этого получилось. И если бы это произошло, он бы испортил то, что он уже достиг. Очень часто может произойти, когда уже человек что-то сделал хорошее. Человек уже сделал какую-то миссию. Человек сделал что-то хорошее, кому-то помог. Но если он потом это сожалеет о том, что он сделал, он может вычеркнуть и стереть это. Точно так же мы знаем, есть чува. У нас не так давно было, буквально чуть больше месяца назад, был Рашашана, Явки-Пур. Идея была, что мы должны были раскаиваться о наших грехах, мы должны были переживать. И таким образом, как чува работает, если вы сожалеете о ваших нехороших деяниях, Всевышний их вам прощает. Так может быть, как бы античува, если человек, не дай Бог, хасвешалом, он сожалеет о своих хороших делах, так Всевышний тоже их может стереть. То есть человек может потерять то, что у него уже есть. И хасвешалом, Авраам мог бы потерять, то есть десятое испытание было продолжение девятое. Мы в Марьеве, в молитве Аравид, мы говорим, чтобы Бог у нас отодвинул от нас сатана, сатан, перед нами и за нами. Мы лафанейну, мы охрейну. Так что перед нами, за нами. Потому что за нами тоже. После того, как мы уже что-то прошли, все равно за нами может быть сатана. То есть наши дурные побуждения идти. Даже когда мы уже что-то хорошее сделали, нам придут иногда желания, а зачем оно кому-то надо было? В реальной жизни практически как это может быть, мы кому-то помогли. У вас такое может случиться. Вы кому-то помогли. То, что называется, сделали митцу. Или вы ему отложили деньги, или ему помогли материально, морально. Хорошо, замечательно. Потом оказывается, он вам ни спасибо не сказал, ни хоть бы что-то. Иногда вообще непонятно, или нужно было ему помогать. И тут у вас возникает желание, кому это надо было. Вы только что можете потерять хасвешалом, вашу митцу. Ведь митцва, если вы слушали, мы об этом говорили на прошлой неделе, не зависит, сколько вы достигли, а сколько вы хотели. В прошлой неделе на главе мы с вами обсуждали, что Авраам, когда он кормил ангела, ему засчиталось, так как будто он кормил гостей, хоть ангелам это не надо было. То есть если вы даже помогли кому-то, и потом оказалось, что ему не нужна была помощь, вы все равно получили митцу. Знаменитая, рассказывает интересную историю про сатмского роба. у него было очень много, приконили к нему всякие люди с проблемами, с материальными нуждами, и он давал много дзлоки. Един раз к нему пришел человек и сказал, ой, Рэбе, у меня очень больна жена, так страшно, так все плохо, мне нужны деньги для лечения. И сатмский Рэбе дал ему очень хорошую сумму для лечения жены. После того, когда человек ушел, к нему прибежал один из его хасидов, и сказал, Рэбе, Рэбе, тут вот этот у вас был, да, да, ой, что же вы сделали? У него никакой жены никто там не болен, он обманщик, он все это выдумал. Как Рэбе прореагировал? Ой, Паруха Шэм! Значит, она все в порядке, значит, она, значит, здорова. Слава Богу! То есть, нормальный человек, стандартный человек, елки-палки, все сколько денег угробили, да? Сатмский Рэбе была реакция, я деньги дал не потому, что я сделал свою митцу, теперь, слава Богу, что женщина здорова. Митцва, она засчитывается. Конечно, надо делать, помогать людям, не просто так, надо людям тем помогать, которым эта помощь нужна, и не просто так выбрасывать деньги на вздок, у нас, куда вы отдаёте, но если вы серьёзно хотели кому-то помочь, вы действительно пытались кому-то помочь, вам это засчитывается как заслуга. Но если вы потом сожалеете, вы потом это говорите, ой, кому это надо было, вы, не дай Бог, можете потерять то, что оно у вас уже, собственно говоря, есть. Здесь очень интересная история, которая случилась с простым евреем. Очень интересно, потому что еврей, с которым у нас случилось, это произошло несколько, десятков лет назад, его звали Рубен Теллим, он уже не жив, но он жил в Манте, то есть он никаких постов не имел, просто был хороший еврей, то, что называется. И он не был особо богатым человеком, но что он помогал, одно из видов, как он помогал другим, когда если кому-то надо было взять суду в ГМАКе, еврейская организация, которая дает беспроцентное суду, но они просто так не могут дать, значит надо какой-то гарант, обычно там просят несколько гарантов, и он всегда людям готов был подписать, быть гарантом на то, что люди одолжены, то есть сам у него не было лишних денег, но когда подписать гарантом, это всегда он был согласен, приводится, действительно, в Шухонорхе приводится, что это большая митцва, то есть вы делаете хэсет, вы помогаете кому-то получить суду или в банке или в ГМАКе, то есть действительно большая митцва, и он очень часто помогал своим знакомым, и в один прекрасный день, к сожалению, ему пришлось заплатить деньги, то есть он подписал кому-то гарантию, что он будет гарантом на эти деньги, человек одолжил деньги благополучно, и благополучно их не вернул, я не знаю подробности, как, почему, специально, не специально, и этому Рубану Тель ему пришлось выплатить там серьезные деньги, у него, значит, надо было одалживать, то есть это было очень-очень болезненно, через некоторое время, через короткое время, к нему пришел один знакомый, попросить, или он может подписать ему гарантию, и Рубан Тель с удовольствием, да, конечно, я иду подписывать, и вот она говорит, Рубан, тебе же уже, тебе уже показали, тебя же уже, ну, что ж ты еще раз это делаешь, и этот Рубан Тель сказал, очень интересную идею, он сказал, представьте себе, он сказал своей жене, у человека магазин, лавка, если что-то продает, он продает, продает товар, был день, никто к нему в лавку не пришел, ничего не купил, целый день прошел, он ничего не продал, так что он все, закрывает лавку, закрывает, он закрывает магазин, нет, сегодня был не товарный день, завтра, Бог даст, это не причина закрывать магазин, так вот, он сказал своей жене, у меня лавка, я делаю митцу, да, у меня был не товарный день, сегодня, к сожалению, на днях, вот это что получилось, да, мне пришлось заплатить деньги, так что я буду закрывать свой магазин, в следующий раз будет все хорошо, такая интересная история, я слышал, что история от его сына, но интересно, если теперь внимательно продумать эту историю, основная митца, когда человек подписывает гарантию, если человек 100% знает, что ему никогда не надо будет ничего платить, так где же ваша митца, просто расписываться, я тоже, все умеют расписываться, да, идея такая, что вы рискуете, вы помогаете кому-то, вы понимаете, что может быть вам придется, и все равно вы рискуете, поэтому, если бы Робой Тылым, вот этот Робрубин Тылым, сказал, о, все, вот это была ошибка, получается, он, возможно, даже бы потерял все заслуги, которые у него раньше были, значит, он бы показал, что он только это делает, когда не надо, ну, просто подписываться, но если какой-то риск, значит, все, значит, он сожалеет, поскольку он сказал, нет, наоборот, если так произошло, так произошло, я буду дальше, таким образом, он не потерял то, что у него было и даст Бог, то есть Бог ему дал другие возможности делать министр, то есть в жизни каждого человека это может быть такие ситуации, и надо иметь это ввиду, что никогда не сожалеть, чтобы что-то хорошее сделал, никогда не сожалеть, да, когда надо сожалеть, если вы что-то сделали неправильно, если вы действительно допустили какую-то ошибку, в которой вы должны были быть более аккуратны, иногда бывает, что это не от вас зависело, тогда тоже ничего сожалеть. Но иногда, если люди согрешили ха-са-шалу, или люди действительно по своей глупости что-то сделали, надо было больше проверить, надо было больше узнать, и потом действительно, да, так и можно сожалеть. Но если человек сделал все, что в его силах, и потом что-то не получилось, то зачем сожалеть? Интересно, один раввин сказал, что был обычай, что после того, как человек, не про нас будет сказано, сидел в шиву, потом пилил хайм. Пилил хайм, пили, брали, там, коньяк, или что-то, ну, серьезный, сильный напиток, и пилил хайм. Так он своему хасиду сказал, знаешь, почему это делает? Потому что когда человек сидит 7 дней, и приходят к нему люди, не про нас будет сказано, траур, и очень часто к нему приходят, о, вот если бы только вы вашему покойному папе сделали бы так-то, если бы только вашему покойному папе был бы другой врач, если бы в другое время он жил, если бы... То есть человек за 7 дней может столько все плохого услышать, что если бы, если бы... Так поэтому после 7 дней он пьет или водку, или что-то такого из этой серии, и на водку говорят броху шаакольный обе дворой. Это знаменитая броха, самая распространенная броха, но она... Когда делают лоха, им обычно говорят шааколь. Так броха, которую мы говорим на водку, она переводится шааколь, что все было создано по Слову Всевышнему. Так... Нашему печальному вот этому человеку, который просидел вот эти 7 дней, ему намекают шаакольный обе дворой, потому что все было создано по Слову Всевышнему, чтобы не сожалеть, чтобы не смотреть, вот, может быть так, может быть так, приводится в геморре, когда человек... Когда человек приходит навестить кого-то оскорбящего, нельзя говорить, ну, что можно делать, что поделаешь. Потому что геморре говорит, что значит, что поделаешь. Значит, вы хотите сказать, что если бы было ваших сил, вы бы сделали что-то другое, так это немножко как бы человек спорит с Богом. Поэтому, да, у нас есть право выбора. Человек не может сказать, что ну, это все от Бога, все от Бога, это так получилось. У него есть право выбора, чтобы он не грешил. С другой стороны, все от Бога, как это работает, о этом уже говорили философы, еврейские философы, много сотен лет. Каким-то образом оно работает, что с одной стороны, Бог следит, чтобы все происходило так, как он хочет. С другой стороны, у каждого еврея есть свобода выбора, он может сделать, как он хочет, и его митцы считаются митцами. Но сожалеть, не дай Бог, Хасушлом сожалеть, когда он сделал что-то хорошее, кому это надо было, наша недельная глава учит, чтобы ни в коем случае мы этого не делали. После этого, хочется напомнить, что когда про Сару говорится, написано, и было жизни Сары сто лет, двадцать лет, семь лет, годы жизни Сары. Повторяется два раза слово жизнь. Уже ж один раз сказали, что он годы жизни Сары. Почему повторяется два раза жизнь Сары? приводится, что человек иногда может быть отжить свою жизнь, прожить свою жизнь, или действительно жить свою жизнь. У Сары написано, были годы жизни Сары. Интересно, что если посмотрите в Ехэскл, в рог Ехэскл, в восемнадцатой главе, там приводится очень интересная фраза. Если дословно перевести, то, что Всевышний говорит, «Ибо я не хочу смерти мёртвого». Написано, что «кило эхпотс бемойс хамейс» «Я не хочу смерти мёртвого». Теперь, если вы посмотрите, я пользуюсь одним из переводов здесь. Они, причём правильно немножко исправили, они исправили, говорят «Я не хочу смерти умирающего». Как бы больше понятно, я не хочу смерти умирающего. Но если взять дословно, грамматически перевести, «мейс» обычно переводится, как уже он мёртвый. Как понять эту фразу, Всевышний не хочет умертвить умершего. Если он уже умерший, так он уже всё поезду шёл. Так приводит, нашему душе приводит, что иногда человек может находиться в этом миру, существовать, и совсем думать, что вот он же на самом деле уже умер. На самом деле, морально, духовно его уже здесь нету. У него, возможно, есть какие-то грехи, неважно. То есть он отживает то, что просто ему почему-то Всевышний даёт. И если он не раскается, не вернётся, не возьмётся за голову, так он просто отживёт свои года. И потом будет будущее, в будущем мире мы ему не позавидуем. Поэтому написано в Ехэвске, я не хочу смерти мёртвого, я хочу, чтобы он мёртвый раскаялся, чтобы он не был мёртвым. И очень важный человек, когда какая расти на самом деле, если серьёзно посмотреть, какая мёртвая, живая, люди бросаются этими словами. Человек, когда он, у него есть процесс, роста, он растёт, он морально, он духовно растёт, он выходит на другие вершины. В любом возрасте это может быть. У Сары, кстати, подчёркивается, у Сары написано, ей не было 127, написано 100 лет, 20 лет, 7 лет. Наши мудрицы говорят, что ей было, когда ей было 100, у неё было как 20, когда 20, ей было как 7. Она всегда была молода, дух у неё был молод, она всегда жила. То есть она прожила действительно все эти дни. Тоже интересно написано, что подчёркивается, что все дни были одинаковые. Наши подчёркивают, что они все были одинаковые. На самом деле, ведь если взять биографию Сары, у неё первые годы жизни, первые, возьмём так, 90 лет жизни, у неё были очень непростые. Её два раза брали в плен. У неё не было детей. У неё были проблемы с Агар. Она не думала, что у неё когда-то будут дети. Потом у неё появляется, всё изменилось, у неё рождается СК. Но тем не менее, наши мудрицы говорят, что все 127 лет у неё были одинаково хорошие. Она всегда была жива. Как бы ей плохо, вроде бы, не казалось, она продолжала жизнь. Она жила, она росла. Действительно, в конце лет действительно Бог действительно не дал 127 лет жизни. Интересно, в начале урока упомянули, что она как бы скоропостижно скончалась. На самом деле, тоже подчёркивается, она жила 127 лет. Это года жизни Сары, то, сколько она должна была жить. Никто бы, чтобы не думал, что вот, если бы не этот несчастный случай, она бы на самом деле могла бы 180 жить. Она должна выложить 127. И есть очень простое доказательство, один из комментариев говорит, Раша приводит, что когда Аврам сделал пир, некоторые говорят, что это был пир, поскольку Ицхак обрязывался, обрязали Ицхака. Ясторы говорят, что Ицхак, Сара перестала кормить Ицхака, Ицхаку было 2 годика. И сделай пир, после двух лет, как бы, Сара его кормила 2 годика, сделай пир. В любом случае, Ицхаку было 8 дней или 2 годика. И Аврам сделал пир. Он пригласил своих знакомых отметить. И написано, что как бы Сатана пришел к Всевышнему И сказал, что вот смотри, Авраам Сделал такой пир и не привез Ни одного жертвника Ни хоть бы он жертвник построил Какую-то жертву принес, ничего Всевышний сказал, я уверен Что если бы Аврааму сказал принести Своего родного сына в жертву Он бы тоже это сделал И если то, что произошло, вот это Проблема в том, что Наши комментарии говорят Исхаку было 37 лет То есть, зачем было ждать 35 лет Если Всевышний сказал Что вот я проверю, вот я уверен Что Авраам 100% это сделает Надо было сразу это сделать Вы хотите подождать, чтобы Был не двухлетний мальчик, хорошо, давайте сделаем Чтобы было 13, зачем столько времени ждать Это очень простое Потому что Всевышний знал, что после Акеля Исхак Сара должна умереть Всевышний знал, что Сара должна Жить 127 лет, поэтому Все продумано Просто так Если бы человек туда не пошел Если бы он не женился Если бы он там не работал Если бы он туда не поехал Всевышний Следит за этим Я не буду говорить слово контролировать Потому что, чтобы не было противоречия С нашим правилом права выбора Но если вы делаете то, что ваших сил То, что вы узнали Попробовали Потом дайте Всевышний Делать то, что он делает Никогда не надо сожалеть И вот Сара прожила 127 лет Я 127 лет Именно прожила она их Не отжила Именно те годы, которые ей были суждены отжить После этого Мы пропустим Сами похороны Покупка Мороса Махпель Это очень интересные моменты Но мы Пойдем Я хочу пойти на момент Когда Авранга посылает Своего раба Элизера Искать Жену Своему сыну Исхаку И Очень интересный момент Когда Элизер Пришел В Харам Он пошел К колодцу И он молится Приводится, что Он привязал Привязал Верблюдов И он молится Он попросил Элизер Молиться Говорит Всевышний Сделал Милость С моему Хозяину Авраму И Помоги мне найти Сужденную И действительно Повезло Очень интересный Искак Кто такой был Искак Искак Это был самый хороший парень Который на рынке Как-то называют Это как бы Рынок парней Длинных девушек Кто Кто женится Кто замуж выходит Искак Он был самый большой царик Самый хороший Самый-самый-самый Кроме этого Аврам написал Официальную бумагу Что все свои деньги Он дает Искаку Потом написано Что он Некоторые Там просто отдельно Что-то дал Другим своим сыновьям Но на самом деле Все свое имущество Аврам был очень богатым Несколько раз Подчеркивается Что он был очень богатым И Аврам Официальную бумагу Билет Искаку То есть Искак был Самым-самым Святым Самым-самым Хорошим И самым-самым Богатым Такому парню Чего переживать Как он Может Самую хорошую Девушку найти Чего переживать Более того Аврам Сказал Алиезеру Алиезеру Не переживай Бог пошлет Ангелов Чтоб тебе помочь И едет Алиезер Кому он ищет Он ищет Жену Искаку Сыну Аврам Искак Самый хороший парень Самый богатый Аврам Побещал Что будут ангелы Алиезер Молится Даже Когда человек Чувствует Что все Уже все Сделано Что все Готовно Что может Уже быть плохого Все Уже Дело в кармане Все равно Надо не забыть Помолиться Попросить Всего Чтобы действительно Все было хорошо Сколько раз Бывают истории Когда в последний момент Сколько бывает История Что думали Что так Получилось По-другому Алиезер Все равно Молится И мы должны Учиться Никогда Не забыть Это очень важный момент Что бы мы ни делали Когда нам не казалось Что мы сами Надо всегда Помолиться Попросить Всевышнего Чтобы была Съята Дешамая Помощь с небес И более того Как он молится Алиезер Говорит Сделай милость Ради моего Господина Авраама Милость Милость Это что же милость Милость Поздать людям Которые ничего Не заслуживают Слово Хесед Если человек Заслуживает И называется Хесед Милость Когда бедняк Приходят Ему дают Милость Когда мы просим Тоже надо знать Не Приходить К Всевышнему И говорить Так Всевышний У меня вот такие заслуги Вот у меня такие ордена Такие медали Я такой цаде Я уже Сколько лет Религиозный Сколько я соблюдаю Сколько всего Поэтому Слушай Всевышний Мне надо Вот это 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 И чем раньше Тем лучше Конечно Никто так В реальной жизни Конечно Никто так не молится Но Если перевести На наш язык Он часто приходит Так Хашем Пожалуйста Вот я такой Сякой Хороший Я уже заслужил Никогда Не надо Это говорить Всевышний Помнит ваши заслуги Не переживайте Не рекомендуется Скажем так Переходи К всевышнему К всевышнему Со своими заслугами Со своими орденами И медалями Лучше попросить Хеса Милость Пусть всевышний Пожалеет меня И даст мне Подарок Во-первых Потому что Вы тогда больше получите Во-вторых Вы не будете Тратить свои заслуги А трекий человек Всегда понимает Что если всевышнему Прийти И сказать Всевышний Вот я же такой цадик Так вы Что получится Всевышний возьмет Образно конечно Все ваши заслуги Конечно Хорошо Очень много Но потом всевышний Может взять Сколько вам дали Слава богу Все года Счастливой Здоровой жизни Сколько у вас Всего хорошего Сколько всего вам дали И давайте сделаем баланс Сколько вам дали Сколько вы должны Какие вы делали Миссии Как вы Где вы Что вы И никто не знает Что в конечном итоге получится Поэтому когда Элизарь молился Хоть и намолился Авраам А Лизарь знал Кто такой Авраам Лизарь отдавал себе отчет Но он молился Хесед Милость Когда мы молимся Никогда не надо Упоминать заслуги Всегда Просить надо Пожалуйста И приводится Что это неправильно Даже Потому что Человек Когда он очень Настраивается Что вот конечно Всевышний Я такой Мы никогда Не можем быть уверены Всегда надо Просить Милость Тоже интересно Почему Элизарь Пришел к колодцу И разные Обестреление Зеленого колодца Как-то знаете И искать Искать девушку Он же знает Куда идти На самом деле Он знал Надо идти К родственникам Авраама Надо было узнать У соседей Приехать в город Узнать Где тут живут Родственники Авраама Пойти постучаться Здравствуйте Шаламалеха Меня зовут Это лезть И у вас Учаян Тут девушка Есть На выданию Нет Он пошел На колодец Так Рассказывать Интересную историю История Произошла С Равешел Интересно Равешел Он не такой Знаменит Равин Он не написал Больших книг Он жил Начали Семнадцатого века Он Чем он знаменит У него были Великие ученики Его Один из учеников Это Шах Сивси Коин Это Комитарик Написан Комитарик На большинство Большая часть Шелхоноруха Это гениальный Равин Это был его ученик Сам Равешел Он написал Маленькую книжку То есть Он не был Таким Знаменитым Равином Но все знали Что он был Великий Великий Человек Еврейской Историей Так можно сказать Про него Рассказывают Очень интересную Историю Когда он Был Парнем Молодой парень Искал Жену И его сватили Очень хорошая Девушка Из состоятельной Семьи Папа Причем Папа Был, если не ошибаюсь Равином То есть Замечательно Даст Бог У него будет Теперь И материальная помощь И даст Бог Потом Если Ее Папа Равин Соответственно И учиться Где будет Просто замечательно И он приехал В город Своему будущему Тестю Это было Несколько дней Перед свадьбой И он сидел В синагоге Учился Окно было Открыто И он слышит С соседнего дома Крик Кто-то Девушка Орет Кричит Кто-то Что не сделал Кто-то Ее там Обидел Что-то Очень Очень Неприятное И к своему ужасу Он понимает Что эта девушка Кричит И так далее Это его Будущая Жена И он понимает Что Он очень Не хочет Жениться На этой девушке Потому что Он увидел Кто она такая Услышал Я не знаю Он увидел Но он услышал Кто на самом деле Она такая С другой стороны Что же теперь делать Он не может Прийти И сказать Вы знаете Я передумал Что же передумал Он не может Сказать Опасный шаг Галактически Даже возможно Иногда нельзя Это делать Он был Великий человек Поэтому он это сделал Он учился В синагоге Он пошел А в синагоге Стояла копилка Общественная копилка Бросали деньги На нужды Синагоги Там Разные копилки Были в синагоге Он как-то так сделал Что создалось Почтение Что он хотел Украсть эту копилку То есть он ее взял Он положил ее себе Там Под сюртук Потом Когда он выходил Из синагоги Он как бы Споткнулся И вот Она упала И все увидели Что Хэши Хотел украсть Копилку Ну конечно Все это увидели Все начали А вор Как не стоит Но надо ли говорить Что конечно Сразу был Расторгнут Болучение Было расторгнуто И тесно На него Она кричала Как тебе вообще Не стыдно Что это такое Хэши Уехал в другой город Слава богу В те времена Газет не было еще И телефона В наше время Сразу Пишу К сатюбу Написал О всех газетах Вот Религиозный парень Из Ешивы Украсть хотел Вот все они такие Это их вторич Все уже расписали Все Вы же понимаете Не стеснялись Но в те времена Газет не было Поэтому Наш Эши Просто покинул город И уехал подальше И счастливо Женился И он стал Великим Равешел Который У него были Великие ученики Он стал Великим Равен Почему-то Посмотреть Как там Девушки Кто туда Приходит Когда девушка Приходит Со своим Скотом Она не особенно Думает Она не думает Сейчас Приходит Потенциально Ее жених Поэтому У колодца Все девушки Все девушки Ведут Как положено Поэтому Всегда Рассказывают Историю Про одного Великого Философа Греческого Один раз Нечаянно Ученик Вошел В комнату Этот философ Кушал В этот момент И он Кушал Как рассказывал Грубо говоря Дни Без Вилки Без Ножа То есть Он Что-то там Делал И Ученик В полном Шоке Там я Философ Здесь Я простой Человек Что-то На меня Вылупился Все в порядке Великие Люди Они Великие Не только Когда Знаете На каком-то Приеме И Когда Общаются Они Возле Колодца Когда Они У себя Дома Они Родными Как они Общаются Со своими Детьми Как они Общаются В синагоге И так далее Они Всегда Великие Это Разница Между Простым Человек И Великие Поэтому Мы С вами Мы Должны Стараться Стать Великими Людьми Да Так Человек Должен следить За собой Где бы С кем Бо Он Не Общался Ну да Бывает Какая Разница С кем Общался Балбес Дурачок А Не Можно Посмеяться Но Надо Быть Очень Аккуратно С кем Бо Мы Общались С кем Бо Мы Не Говорили Всегда Надо Чувствовать Что С нами Всевышний Следит Следующий Момент Тоже Очень Интересный Момент Когда Элиезер Встретил Ривку Подчеркивается Кстати Что Он В ривке Искал Ее Черты Характер Чтобы Это Самое Чтобы Действительно Она Была Цедейки Чтобы Она Была Хорошая И Это Та Ривка Которая Должна Будет Строить Собственно Говоря Еврейский Народ И Написано Что Элиезер Сразу Ей Дал Как Он Услышал Как Он Увидел Что Она Напоила Верблюда Интересно Что Он Не Просил Напоить Верблюда Надо Не Забывать Что Элиезер Он Был Рабом Он Был Рабом Причем Он Был Потом Куша Он Был Потом Хам И Кнана Он Был Таким Здоровым Большим Рабом Если Посмотрите Картины В Америке Когда Был Еще Рабский Строй Не Только В Америке Вот Эти Рабы Такие Здоровые Большие Да Так Это Был Элиезер И Он Приезжает С Десятью Верблюдами И Идет Эта Ривка Которая По некоторым Менем Было Три Годика И Он Говорит Дай Попить Хорошо Надо Ему Попить Потом Она Говорит Давай Твоих Верблюдов Тоже Напоим И Эта Ривка Бегает К колодцу И Приносит В воду Этим Верблюдам Моя Лезвия Здоровая Лезвия Сидит Смотрит То есть Надо Понять Если Знаете Когда Просто Читаешь Недельную Главу Мы Это В прошлом Году Читали Уже Когда Привык Надо Вдуматься Что Происходит Но Ривка Она Не Думала О Может Он Сам Мог Встать После Дороги Наверное Уставший Ему Надо Помочь Голодные Пить Им Надо Когда Лезвия Увидит Что Ривка Так Себя Ведет Он Сразу Понял Что Это Та Девушка Которая Должна Быть Женой Исхаков И Написано Что Он Сразу Дал Кольцо В Нос Там Наносили Кольца В Носу И Он Дал Два Браслета Причем Приваются Что Браслеты Очень Интересно Когда Приваются Такие Браслеты Написано Что Они Были В В Десять Единиц Подчеркивается Что Он Дал Два Браслета Они Были Там Десять Весовых Единиц И Наши Мудрецы Говорят Что Он Был Настолько Увен Что Это Она Потом Он Спросил С Какой Семьи Действительно Она Сказ Что Да Я Из Семьи Нахора Семьи Бесуэля И Елизав Понял Что Действительно Бог Ему Помог Он Поклонился Благодарил Бог Подчеркивается Что Он Дал Эти Два Браслета И Подчеркивается Их Размер Именно Десять Хорошо Приводит Интересный Мэтт Это Намек На Две Скрижали Завета Очень Интересный Намек Это Две Скрижали Завета И На них Было Десять Заповедей Так Он Ей дал Потому Что Ее Потомки Ее Потомки Принят Скрижали Завета И Десять Заветы Поэтому Он Ей Дал Два Браслета Которые Символизировали То есть Он Ее Приглашает Стать Частью Не Просто Частью А Начало Еврейского Народа И Ее Потомки Принят Замечательно Я Нашел Прекрасное Объяснение Он Ей дал Именно Браслеты Что Кое Браслеты Так Браслеты Можно Посмотреть На Это Браслеты Замечательно Там Могут Алмаз Там Могут Разные Брагоценные Камни Иногда Это Могут Наручники Когда Полиция Или Милиция Ловит Какого-то Хулигана Бандита Ему Тоже На Запястье Надевают Браслеты Да Чтоб Не Надо Было Да И Назвать То есть Оно Были Очень Похожи И То И Браслеты Иногда На Это Можно Смотреть Как На Ювелирные Изделия Как Браслеты Это Наручники То же Самое Десять Запобедей То же Самое Вся Тора Есть Люди Которые Смотрят На Тору Даже Люди Которые Соблюдают Мы Уже Не Говорим О Люди Которые К сожалению Еще Не Соблюдают Но Есть Люди Которые Смотрят На Все Законы Так Как Наручники Всевышний Почему-то Дал Нам Эти Законы То Нельзя Это Нельзя Кушать Там Нельзя Делать Шабос Нельзя То есть Как Наручники Нам Все Перекрыли Закрыли И Страдание Одно С таким Даже Когда Люди Это Соблюдают Они Не Сказаны Наручники Можно На Это Смотреть Как На Дорогоценные Браслеты Мы Должны Гордиться Что Именно Нам Дал Возможность Всевышний Это Делать Мы Горды Должны Да Нам Всевышний Сказал Не Кушать Это 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 Потому Что Для Нашей Души Это Плохо Нам Всевышний Дал Субботу Суббота Написано Что Суббота Это Подарок Который Дал Нам Всевышний Написано Что Если Другие Кто-то Не Евреев Хочет Субботу Ему Запрещено Делать Это Подарок Суббота Это Не День Когда Нельзя 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 Позакрывали Позапрещали А потом Еще Мало Что Было Запрещено Так Еще Мудрецы Запретили Еще Наручники Еще Наручники Да Есть К сожалению Люди Которые Не Понимают Что Такое Суббота К сожалению Суббота Это День Когда Нельзя Телефон Ключить Нельзя 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 Это Опять Так Это Те Люди Которые Слава Богу Соблюдают Кто Уже Говорит Которые Нет А Можно Суббота Это Нигде Когда Нельзя Нельзя Это Когда Можно И Нужно Отдохнуть Морально Подрасти Сколько Можно Сколько Хорошей Литературы Есть Можно В Субботу К сожалению Ютуб Смотреть В Субботу Нельзя Но Есть Много Литературы Можно Во Время Субботней Трапезы Субботней Трапезы Вместо Того Чтобы Ужин И Обед Сделать Субботнюю Которую Мы Вырастим Морально Духовно Написано Что В субботу Бог Дает Еще Одну Душу Это Суббота Это Запреты Какие Были Запреты Запреты Женить Запреты Еды Можно Смотреть Как Наручники Которые Запрещают Запрещают И Мучатся И Жалко Этих Людей Люди Хорошие Люди Которые Хотят Соблюдать Но Когда Они На Это Смотрят Как Их Споймали Не Повезло Да Но Можно Смотреть Как Наоборот Мы Гордимся Мы Не Кушаем Это Потому Что Мы Лучше Не Знаю Что Другие Хуже Но Нам Мы Избранный Народ Поэтому Нам Это Нельзя Нам Избранный Народ Поэтому Это Нельзя Поэтому Ривке Дали Именно Браслет Чтобы Она Знала Что И Чтобы Мы Ее Потомки Тоже Об этом Знали Интересно Ривка Такая Обещается Дейкас Приводится Медаше Вот Ривка Такая Она Хорошая Такая Хорошая Но Интересно Когда Лезер Шел На Свою Миссию Искать Миссис Ицхак Он Задал Авраму Интересный Вопрос Он Сказал Что Будет Если Я Пойду К Твоим Родственникам Потому Аврам Категорически Запретил Из Местных Девушек Кого Брать Хорошо Может Я Такие Ицхака Отвезу Туда Слушай Нашли Хорошую Найдем Хорошую Девушку Но Вдруг Она Не Поедет Парень Едет Туда Есть Кстати Разные Обычаи Интересно В разных Местах И В разные Времена Еврейской Истории Были Разные Обычаи Или Парень Едет Жить Там Где Девушка Живет Во Времена Гемора Принято Девушка Ехала Там Где Парень Живет В наше Время Кстати Во многих Кругах Наоборот Принято Что Парень Едет Там И Девушка Живет Это История Про Абешла Которую Я вам Рассказывал В зависимости От Обычаи Но Элиезер Говорит Авраам Смотри Если Я Найду Действительно Хорошую Девушку Но Она Не Захочет Приехать Так Могу Ли Я Взять Исхака Отвезти Туда Авраам Категорически Нет Если Они Не Хотят Мы Будем Искать Другой Дух Может И И И И И И Другой Месяц Но Пусть Туда Нет Мы Сейчас Говорим Потенциально Они Не Знали Кого Они Найдут Но Авраам Говорит Даже Если Найдешь Кого Ты Найдешь Он Найдет Такую Хорошую Девушку У Е Все Есть У Именно Из той Семьи Которая Надо У Небы Все Хорошие Качества Замечательно Маленькая Проблема Что Парню Надо Ехать Жить Там Ну Какая Разница Причем Парень Ицхак Он Готов Свою Жизнь Был Дать Ради Бога Что С ним Просто Идет Нет Авраам Говорит Если Они Не Захотят Тогда Она Будет Другую Девушку Искать Кто Ж Говорит Что В наше Время Часто У людей Возникает Вопрос Это Может Вопрос Куда Детей Или Внуков В какую Школу Послать Иногда Где Мы Жить Будем В каком Районе Даже В том же Городе Есть Разные Районы Есть Районы Подешевле Районы Подороже Есть Где Это Ничего страшного Хороший Район Там Самые Хорошие Дома Дома Подешевле Но Синагога Дальше Очень Часто Еверейские Районы Где Много Синагог Там Дома Стоят Дороже А Те Районы Где Меньше Синагог Надо Дальше Идти Там Дома Дешевле А Есть Районы Где Вообще Нет Синагог Там Может Быть Еще Дешевле Ты Что Во Мне Не Верь Можно Дома Молиться Правильно Разные Моменты Если Авраам Опять Так Это Казалось Как Должен Жить В Хорошей Среде Кто Же Говорит Простые Люди Мы С Вами Когда Возникают Эти Вопросы Где Жить Не Обязательно Полностью Жить Люди Едут Командировку Люди Едут Отдыхать Тоже Бывает На Недельку Поехали Отдохнуть Где А Где Вы Там Будете Молиться Мы Едем Отдыхать Ничего Страшного Если Люди В школ Эти Моменты Надо Иметь Ввиду Потому Что Среда В Которая Человек Находится Человек Хочет Или Не Хочет Она На Него Влияет Точно Тоже Как Приводится Практически Классический Пример Когда Человек Заходит В Магазин Где Продают Благовония Он Потом Выйдет Даже Если Ничего Не Купил Будет Хорошо Пахнуть Если Человек Зашел Магазин Продают Селедку Даже Селедку Не Купил Он Сюда Выйдет Будет Нести Селедка Человек То же Самое Когда Мы Выбираем Места Где Мы Живем Где Мы Работаем Какую Работу Выбирать Есть Работа Которая Высоко Оплачиваемая Но С кем Мы Работать Там Должны Где Какие Часы Работают Все Эти Вещи Наши Протцы Все Наши Недельные Главы Авраам Ницелых Нас Бог На следующей Неделе Появится Яков Наши Протцы Нам Выложили Эту Тропинку Этот Путь Который Мы Должны И Они Дали Нам Эти Гены Нам Дали Силы Наши 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 Все Эти Знания Чтобы Мы Действительно Продолжали Двух Слова Хочется Повторить Мы Начали Наш Сегодняшний Урок С Она Жила А Нет Жила Она Не Умерла Раньше Время Ни В коем Случа Наоборот Всевышний Отодвинул Испытание Авраама Чтобы Сарам Умерла 127 лет И Испытание Авраама Было Не сожалеть Никогда Не сожалеть Если Что-то Хорошее Сделали Если Кто-то Сделал Что-то Плохое Да Надо Сожалеть Что-то Плохое Но Если Он Ничего Плохого Не Сделал Или Особенно Если Он Сделал Кому-то Помог И Сделал Что-то Хорошее Сатма Рэбе Когда Он Узнал Что У Человека Жена Никогда Не Болела Наоборот Он Обрадовался И Когда Человек Рэбе Подписал Потом Пришлось Платить Он Не Сожалел Он Сделал Митсу Мы Не Закрываем Наш Магазин Потом Мы Учили С На Примере Элизера Что Когда Бы Сколько Вам Не Было Уверенности Что Все Будет Хорошо Да Конечно Всегда Надо Помолиться Мы Должны Не Пользоваться Своими Заслугами А Молиться Именно Милость Простить Всевышнего Чтобы Он Нам Дал Свою Милость Что Кстати Приводится Одно Из Мест Особенно Надо Молиться Это Когда Люди Ищут Себе Супруга Если Слава Бог Кто Замуж Женат Если У кого То Есть Дети Внуки Всегда Надо Молиться Чтобы Все Было Хорошо Мы Обсудили Что Ривка Ривка У нее Встретил У колодца Потому Что Человек Должен Вести Неважно Где он Находится В синагоге Он У колодца Или Он Дыхает Всегда Надо Вести Себе Знамя Следят И В конце Мы Упомянули Что Наша Религия Есть Люди Которые На нее Смотрят Как На Скандалы А Есть Люди Которые На это Смотрят На Браслеты На Драгоценные Браслеты Мы Должны Гордиться И Радоваться И Дай Бог Что Мы Продолжали Радоваться И Чтобы У нас Было Очень Много Приятных И Хороших Свеч Всего Хорошего